МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брэдли Мэнинга приговорили к 35 годам тюрьмы за разглашение военных тайн. Почему СМИ Китая замалчивают число жертв наводнения? Сирийская оппозиция и власти продолжают обвинять друг друга в проведении химической атаки в пригороде Дамаска. По разным оценкам, в результате использования химического вещества погибло от 500 до 1300 человек. Власти Сирии заявляют, что не использовали химическое оружие против сирийцев. Они также обвиняют повстанцев в том, что утверждения в их адрес были сфабрикованы. Тем временем международное сообщество, включая Францию, Великобританию и Совет Безопасности ООН, призвали немедленно расследовать последний инцидент с газовой атакой. Как утверждают представители сирийской оппозиции, утром в среду на пригород Дамаска упало несколько баллистических ракет, в которых содержался смертоносный газ. Сообщения о количестве погибших очень разнятся, согласно разным источникам, их от 500 до 1300. В социальных сетях появилось любительское видео, на котором можно увидеть тела погибших без видимых увечий, среди которых много детей. Инцидент произошел как раз в тот момент, когда в Сирию прибыла группа по расследованию от ООН, которая должна проверить, применяется ли в ходе конфликта химическое оружие. Теперь же США призывают сирийские власти обеспечить группе полный доступ на территории, где была совершена предполагаемая химическая атака. Если подозрения подтвердятся, то подобный инцидент станет самым смертоносным за десятилетия. Сирия является одной из немногих стран, которая не подписала международное соглашение о запрете химического оружия. Как предполагается, у правительства страны имеются незадекларированные запасы горчичного газа, зарина и ВИГАЗа, нервно-паралитического действия. В США объявлен приговор рядовому Брэдли Мэнингу. Его признали виновным в раскрытии сотен тысяч военных секретных документов и приговорили к 35 годам лишения свободы. Десятки сторонников Брэдли Мэнинга собрались вечером в среду возле Белого дома. Они призвали Барака Обаму отменить приговор 25-летнему солдату и освободить его. Ранее в тот же день Мэнинга приговорили к 35 годам тюремного заключения за передачу Викиликс более 700 тысяч секретных военных документов, включая запись с расстрелом мирных иракцев американскими военными. В общей сложности бывшему специалисту по анализу разведывательных данных было предъявлено более 20 обвинений. Максимальным наказанием за одну из них являлась смертная казнь. Военные прокуроры требовали для Мэнинга 60-летнего тюремного заключения. Это дело вызвало в США большой общественный резонанс. Многие выступили в защиту солдата. Мы здесь из солидарности с Брэдли Мэнингом, которого сегодня приговорили к 35 годам тюреме за раскрытие военных преступлений. Мы также хотим обратиться к Бараку Обаме. Адвокаты Мэнинга говорят, что согласно правилам условно-досрочного освобождения в военных тюрьмах, он сможет выйти на свободу уже через 7 лет. Кроме этого, срок американского военного уже был сокращен по причине того, что несколько месяцев он провел в заключении без предъявления обвинений, а также из-за плохих условий содержания под стражей. Напомним, на прошлой неделе Мэнинг впервые выступил с публичным обращением. Он выразил сожаление, что своими действиями нанес ущерб американцам и своей стране. По мнению обвинения, рядовой собирал секретные документы в погоне за слабой. Наводнения, обрушившиеся недавно на несколько провинций Китая, привели к многочисленным жертвам. Однако данные местных жителей сильно разнятся с теми, которые сообщают государственные СМИ. «Четыре китайских провинции, включая Гуандун, недавно пострадали от проливных дождей. Многие населённые пункты остаются затопленными, а люди не могут выбраться из своих домов. В некоторых регионах нет питьевой воды, электроэнергии и питания. Местные жители жалуются, что власти не предоставляют им помощь, а СМИ умалчивают об их положении». «Данные о жертвах сильно разнятся. В то время как государственные телеканалы сообщают о нескольких десятках погибших, интернет-пользователи пишут, что жертв сотни. На юг Китая обрушился тайфун Утор, принеся наводнение. По некоторым данным, более четырёх миллионов человек в 18 городах провинции Гуандун были затронуты стихией, а прямой экономический урон составил 800 миллионов долларов». «Вода отступает очень медленно. В некоторых районах её уровень почти с человеческий рост. Водохранилище вверх по течению постоянно спускает воду, чтобы там вода была на безопасном уровне». В районе Чаунань провинции Гуандун в местной реке обрушились берега. Кроме этого, многие дома были затоплены водами Южно-Китайского моря. Некоторые деревенские жители более 50 часов провели в своих домах, не имея возможности выбраться. При этом государственные СМИ их ситуацию не осветили, спасатели не приехали, и людям ничего не оставалось, кроме как спасать друг друга самостоятельно. «Здесь, по меньшей мере, шесть деревень были затоплены. Местные чиновники не решаются сообщать об этом высшему руководству, потому что боятся лишиться должностей. Мы не видели здесь ни журналистов, ни кого-то другого». Одна из жительниц китайской провинции Хунань рассказала, что ее дети отправились к соседям, но из-за наводнения не смогли вернуться. «Дом соседа был затоплен, и мои дети остались там. В том доме сейчас семь детей и пятеро взрослых. У них нет ни еды, ни питьевой воды. Мы позвонили в службу спасения, но никто не хочет сюда приезжать». Многие пользователи сети предполагают, что во время недавнего землетрясения СМИ так активно освещали эту тему, поскольку это было природное бедствие. Между тем, наводнения, а особенно оползни, во многих случаях являются результатом плохого управления, поэтому режим не торопится о них сообщать. 16 августа сильный дождь также обрушился на уезд Цингуань в провинции Ляунин. Он привел к наводнениям и оползням. Ситуация там остается критической. Пользователи пишут, что в городском округе Нанхоцян прорвало дамбу. В результате погибло около 600 человек. Несколько деревень практически смыло с лица земли. Однако информация об этом инциденте блокируется, и спасательные операции не проводятся. «В городском округе Хунтушань дома высотные, затоплены только первые этажи. А вот рядом городской округ Наньхоцянь. Я слышал, что там погибло несколько сотен человек». «В Наньхоцянь погибло около 500 человек. Мы ощущаем запах разлагающихся тел. Был надежды никакой. Больше мы оставаться там не смогли. Ушли. Пересекли несколько рек. Все произошло внезапно. Никакого предупреждения не было». При этом пользователи продолжают публиковать в сети обновленные данные. Один из них пишет, цитата, «По последним данным погибших в Наньхоцянь хоронят, если никто за ними не приходит. Там хаос и ужасный запах. Исчезли дома и целые деревни. Первые этажи зданий затоплены. Тела людей свисают с деревьев». Еще один пользователь написал, цитата, «Этим вечером доступ в Наньхоцянь был закрыт. На данный момент спасательные операции охватили только 20% пострадавших территорий. Было найдено уже несколько сотен тел погибших. Для чего они блокируют эту зону?» Между тем, государственные СМИ сообщают, что число погибших в результате наводнений в регионе составило 54 человека. Далее в выпуске. Продажа билетов на Чемпионат мира по футболу уже началась. Рождение новой звезды удалось заснять. Первое интервью после рождения сына. Принц Уильям рассказывает о своих ощущениях. В Бразилии начали продажу билетов на Чемпионат мира по футболу. Пока можно только подать заявку. Розыгрыш билетов пройдет через полтора месяца. В Бразилии официально началась продажа билетов на Чемпионат мира по футболу 2014 года. При этом стадион открытия игр в Сан-Паулу по-прежнему не достроен. Чемпионат начнется 12 июня и пройдет в 12 городах Бразилии. Финал состоится 13 июля на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. В понедельник строящийся объект в Сан-Паулу, на который было выделено 340 миллионов долларов, посетил генеральный секретарь FIFA. Как ожидается, этот стадион будет вмещать 48 тысяч человек и разместит еще 20 тысяч дополнительных мест на время чемпионата. А его экран будет даже больше, чем знаменитое табло на стадионе в Техасе. Недостроенными либо в процессе реконструкции также остаются еще шесть стадионов в шести принимающих городах. Согласно требованиям FIFA, они должны быть закончены к декабрю этого года. Продавать билеты будут по результатам розыгрыша. Вам не нужно торопиться. Вы можете подавать свои заявки еще полтора месяца, до 10 октября. После этого будет лотерея. Она состоится после 10 октября. После этого мы увидим, кому повезет получить билет. На сайте FIFA, где проходит продажа, сообщили, что в этом году купить и распечатать билет можно будет дома. В кассы ехать уже не потребуется. Стоимость самых дорогих билетов составит 990 долларов, самых дешевых – 90. Для первого этапа продаж был выделен миллион билетов. Всего, как ожидается, будет продано 3 миллиона билетов. Плюс еще 500 тысяч будет выделено для бразильцев со скидками. Например, пенсионеры, студенты и живущие на пособие смогут приобрести билеты на групповые турниры по 15 долларов. Ну а строителям, которые возводят стадион, уже пообещали, что они смогут посетить игры бесплатно. До чемпионата остается чуть менее 300 дней. Фотографии рождения новой звезды получили в Чилийской обсерватории. Как отмечается, они были сделаны с беспрецедентной точностью. Астрономы в Чилий сняли на видео рождение новой звезды. Энергетическая вспышка, состоящая из светящегося газа, находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Такая туманность называется объектом Хэрбега Ару. Она образуется в результате взаимодействия газа, выброшенного новой звездой, с близлежащими облаками пыли и газа. При этом скорость такого выброса может достигать миллиона километров в час. Снимки были сделаны телескопом ALMA, расположенным в чилийской пустыне Атакама. Как отмечают в Европейской Южной обсерватории, кадры такой точности были сделаны впервые в истории. Теперь перед астрономами стоит задача более детально исследовать процесс формирования звезд. Развитие подобных туманностей происходит буквально на глазах. То есть каждые несколько лет можно видеть определенные изменения. Что же касается максимального срока жизни таких образований, он составляет в среднем несколько тысяч лет. Принц Уильям в интервью CNN рассказал о том, как менять цену подгузники, а также о своих первых впечатлениях о роли молодого отца. Принц Уильям дал первое интервью с того момента, как стал отцом. Он рассказал CNN о том, через какие эмоциональные всплески ему приходится проходить в последнее время. Например, своего сына он описывает как проказника и маленького боксера. Он постоянно извивается, выкручивается и не хочет спать. Это, конечно, немного проблематично. Уильям также сказал, что стал первым, кто надел принцу Джорджу подгузник, и что малышу эта процедура почему-то очень нравится. Ему нравится, когда ему меняют подгузники. И первый подгузник надел я. Да, это была большая честь. На вопрос журналиста о том, понравилась ли ему и Кейт стоять перед десятками телекамер на второй день после рождения сына, Уильям ответил утвердительно. Я был на таком подъеме и тоже чувствовал Кейт по поводу Джорджа. Мы были счастливы показать его всем желающим. Молодые родители знают, какая это радость – показать своего малыша всем и подчеркнуть, что он самый лучший и так далее. Уильям также добавил, что устанавливать корзинку сына в машину тренировался заранее, поскольку очень переживал, что у него что-то не получится. К счастью, корзинка успешно закрепилась, дверь закрылась, и машина не заглохла, когда принц повез свою семью домой. Впрочем, герцог говорит, что уже подумывает о том, чтобы вернуться на работу в качестве пилота спасательного вертолета. Я на самом деле думаю вернуться к работе. Да, и хоть немного отоспаться. Кроме этого, совсем недавно молодая семья показала свои первые фотографии с прибавлением. Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Володина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok